МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир СТВ продолжает новости. В студии Ирина Ромбальская. Здравствуйте. И в этом выпуске. Будем с хлебом. Белорусские аграрии завершают жатву. Что сейчас происходит на полях? И где принимают зерно нового урожая? Расскажет Яна Шибко. Может ли малый бизнес приносить большую выгоду? И что для этого сделать? Разбиралась Ольга Коршин. Испорченный отдых в центре украинского Львова неизвестные обворовали белорусский туристический автобус. Подробности в материале Александра Добрьяна. Кто из иностранцев предпочитает белорусский хлеб? Сколько семей уже открыли депозиты на семейный капитал? Об этом и не только через несколько минут в экономическом обзоре Наталья Надольская. День белорусской письменности, юбилей книгопечатания и 1155 лет полоску. В древнейшем городе страны готовится отметить одновременно три знаменательных события. Некоторые секреты предстоящего грандиозного праздника раскроет Анастасия Вуд. В сроки уложились в Беларуси. Убрано около 90% площадей. Общий каравай на сегодня 7 миллионов тонн зерна. Юг Беларуси, Брестская и Гомельская области сообщили о полном окончании жатвы. Остальным районам осталось убрать считанные гектары. Сложнее всего обстоят дела в северном регионе, но здесь тоже стараются не отставать. Нужно отметить, что нынешняя страда далась хлеборобам непросто. В этом году и по времени она началась позже. И с ресурсами многие хозяйства испытывали проблемы. В итоге уборочную пришлось взять под личный контроль президенту, который поручил завершить все работы к 20 августа. Яна Шибко собрала всю информацию с полей. На комбинате хлебопродуктов новому урожаю радушный прием. Элеваторы почти полностью загружены. Сейчас сюда со всей Минской области привозят последние партии зерна. Это очень хорошие темпы в этом году. Погода, вы видите, две недели очень была хорошая. Поэтому по качеству зерно, особенно пшеница, набрала те нормы, которые нужны. Поэтому я думаю, что хлебопекарное качество, когда мы переработаем зерно для хлебозавода города Минска, будет тоже идеальное. И мы довольны заготовительной кампанией этого года. Предприятие обеспечено будет зерном. В лабораториях каждая партия под строгим контролем. Но вопреки опасениям, метеоконтрасты этого лета на хлебных нивах погоды не сделали. Это пшеница нового урожая, что называется, прямо с поля. И здесь и без лабораторных исследований. Невооруженным глазом понятно, что качество зерна особенно хорошее. Оно отборное, крупное. Все благодаря хорошей погоде. Последние солнечные дни сыграли на руку хлеборовым. И, как обещают специалисты, здесь хлеб будет особенно вкусным. Полностью жатву завершили на юге Беларуси. На полях еще идет работа. Убрать остается всего 10% посевов. Темпа добавляет и рокировка комбайнов. Обмолотив свои поля, отправляются помогать соседям. По традиции не забывают и про частные подворья. Практически уборка завершена. Осталось 37 тысяч гектар. Ну, там, где доспевают, мы все эти поля знаем, отслеживаем. Поэтому уборка практически завершается. Чтобы собрать урожай без потерь, в поле дорога каждая минута. В выходные на личном примере, что такое энтузиазм хлебороба, показал президент. Все службы обеспечивали бесперебойную работу комбайнеров. Уборочное промедление не прощает. Были организованы на заводах, изготовлены в моторном заводе, гомсельмаши. Значит, круглосуточное дежурство специалистов. И круглосуточно отпускался отпуск запасных частей, которых не хватало на дилерских центрах или же на других базах снабжения. Самое главное, что в эту уборочную кампанию мы ни одного дня, ни одного часа не стояли без горючего. Урожайность 35,8 центнера с гектара, что на 2 центнера выше уровня прошлого года. Практически нам осталось убирать 213 тысяч гектаров. Из них 118 тысяч в Витебской области. Столичный регион в лидерах не только по намолоту. В агрокомбинате Жданович и Подминском рекордная урожайность. До 100 центнеров с гектара. А это уже европейский уровень. За экипажем Михаила Солодухи уж который год не поспеть. 4000 тонн его личный намолот. И, судя по всему, не предел. Любить свое дело нужно. Потому что это у меня уже юбилейная 20-я уборочная. Сам вот именно компаньером. Надо, прежде всего, любить и выходить у поля и думать не о каких-то показателях, а думать о хлеб убрать. И действительно, на полях уже сеют рапс на будущий год. Погода сегодня не позволяет дожать зерновые. Но, несмотря на дождь, механизаторы в поле ловят каждый погожий момент и уже заботятся о будущем урожае. Погодные условия сегодня не позволяют убирать урожай. Но механизаторы занимаются ремонтом, обслуживанием техники. Сейчас оптимальные агрохимические сроки наступили для посева озимого рапса. Что сейчас и производится в агрокомбинате Ждановичи. В этом году посевная площадь озимого рапса составит 900 гектар. На сегодняшний момент уже посеяно 670 гектар озимого рапса. Ко всему относимся ответственно, стараемся, работаем, чтобы было аккуратно, хорошо. Общий белорусский каравай уже весит 7 миллионов тонн. Со дня на день хлеборобы обещают завершить жатву. Яна Шипко, Алексей Волков, телекомпания СТВ. Малый бизнес, большие перспективы в Беларуси. Фермеров становится с каждым годом все больше. По данным Сельхозпрода, за пятилетку в этом секторе создадут более 3,5 тысяч новых рабочих мест. Сельские предприниматели без поддержки не останутся. Конечно, по вере возможности, ведь все-таки фермерство – это в первую очередь бизнес, где многое зависит от самого вдохновителя. Как сейчас решается земельный вопрос. Ольга Коршун собрала урожай мнений. Засолочный сорт. Качан растет 10 килограмм. С одного качана эмулированное ведро. Но это еще не предел, уверяет фермер со стажем. Качаны выращивал в разы больше. В этом году все овощи созревают немного позже, чем обычно. Тем не менее, бизнес Бако плодоносит уже почти 20 лет. Несмотря на все погодные катаклизмы и скептицизм конкурентов. Просто люди не верили, что это наша белорусская, а не привезенная с Польши. Пекинская капуста просто разрушила стереотипы некоторых белорусских аграриев. Сейчас она уже не чувствует себя иностранкой на этих полях. На 64 гектарах фермер Бако вместе с сыновьями растит еще картошку, свеклу, морковь и зерновые. Продукты в основном поставляют на небольшие оптовые базы в Минске. Как не зарыть талант в землю? В этом хозяйстве такой вопрос не стоит. Здесь землю возделывают. И довольно успешно только капуста засеяна более 10 гектаров. От брокколи до вот такой пекинской. Одним словом, в этом хозяйстве бизнес приносит свои плоды. Бизнес начинали в конце 90-х. Тогда приходилось рассчитывать только на себя, о государственных льготах и разговоров не было. Со временем к делу подключились сыновья. Некоторую технику взяли в лизинг. Сегодня Бако уже готов разрабатывать новые бизнес-почвы. Подали документы в райисполковом на расширение. Как бы власть вроде бы относится к этому положительно. Надеемся, вопрос решится. Курс на расширение взял не только фермер. В целом в стране с 95-го по 2016-й годы площадь фермерских земель увеличилась в три раза. Сейчас в Беларуси более трех тысяч фермерских хозяйств. Большинство из них производят сельхозпродукцию. Если государством будут предприняты какие-то нормативные акты, которые позволят еще более свободно заниматься частным бизнесом, то, конечно же, это только будет приветствоваться. И Министерство сельского хозяйства, в частности, поддерживает. Как отмечают эксперты, зачастую этот бизнес становится семейным, а фермерских хозяйств в стране все больше. Дело в принципе выгодное, тем более, что в Беларуси поддерживают сельских бизнесменов, особенно на первых порах. Освобождение от некоторых налогов, кредиты на развитие своего дела. Одним словом, малый бизнес может приносить большие доходы. Ольга Коршун, Дмитрий Травин, телекомпания СТВ. В Беларуси впервые в перепись населения включат раздел о сельском хозяйстве. В анкете, кроме базовых вопросов о месте жительства, доходах и условиях быта, у граждан спросят о наличии дачных участков и подсобного хозяйства. Все вопросы максимально простые. Полученные данные позволят Белстату достоверно оценить воловой сбор продукции сельского хозяйства. Провести учет нашим специалистам поможет продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Мы начали работу с ФАО по самому непосредственному вопроснику. То есть есть ряд вопросов, которые обязательны для проведения переписи по сельскому хозяйству. Кроме того, они готовы нам помочь в информационной поддержке. Еще раз повторюсь о том, чтобы население при проведении переписи не боялось того, что после нас кто-то придет. Либо налоговые, либо еще какие-то органы. Ни в коей мере. Это только для статистики и для качественного оценка именно статистических показателей. Перепись населения пройдет осенью 2019 года. Для заполнения анкеты впервые будут использованы планшеты. С их помощью сроки обработки данных удастся сократить до полутора лет. Новые технологии опробуют до начала масштабной кампании. Пробная перепись пройдет в Молодечнинском районе уже в октябре этого года. Посольство США в России отменяет прием заявлений на визы от граждан Беларуси. Ранее этим занимались в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь, как следует из сообщения на сайте посольства США, белорусам рекомендуют записываться на собеседование для получения неиммиграционных виз в посольство в Варшаве, Киеве или Вильнюсе. Это связывает с ограничением российской стороной численности сотрудников американской депмиссии. В свою очередь, МИД нашей страны рассчитывает на расширение работы консульского отдела посольства США в Минске. Выдача виз белорусам без выезда в сопредельные государства может поспособствовать не только расширению межличностных контактов, но и развитию сотрудничества между нашими странами, подчеркивают во внешнеполитическом ведомстве. Крупнейший пожар в российском Ростове-на-Дону. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. На данный момент площадь возгорания составляет более 10 тысяч гектаров. Горит частная застройка. Уже известно, что пламя уничтожило 30 домов. Есть пострадавшие. Десятки человек обратились за помощью к медикам. В результате ЧП эвакуированы 560 человек. Деньги, мобильные телефоны, фотоаппараты и даже паспорт. Белорусские туристы остались без личных вещей в самом сердце украинского Львова. Воры воспользовались отсутствием водителя и произвели ревизию целого туристического автобуса. С пострадавшими встретился Александр Добриян. Посетить жемчужину Галиции и древний Львов Владимир отправился вместе с коллегами. Поездку в Украину организовала профсоюзная первичка. Пока гамильчане любовались средневековыми костелами и барочными дворцами, их вещи обретали новых хозяев. Когда вернулись, стекло было разбито по двери. Мы обнаружили, что все пропало. Кого-то было 300 долларов. Слышал телефоны, книжки электронные, фотоаппарат тоже украли. Воры атаковали автобус, припаркованный на платной стоянке в самом центре европейского города. Пороховая башня во Львове такое же людное место, как привокзальная площадь Минска. Злоумышленники попали в салон автобуса, разбив форточку входной двери. Оказавшись в салоне, хватали все, что попадало под руку. Мобильные телефоны, барсетки, фотоаппараты, рюкзаки. После себя грабители оставили лишь следы крови. Они были и в салоне, и на обшивке автобуса. Осталось на месте и орудие преступления. Классическая фомка лежала на асфальте рядом с автобусом. Однако по горячим следам задержать вора местным правоохранителям не удалось. Среди похищенного оказались не только деньги, телефоны и личные вещи. Один из туристов лишился паспорта. Мужчине пришлось задержаться в Украине для восстановления документов. В эти минуты он уже возвращается на родину. Вызвали полицию. Человеку, который украли паспорт, объяснили, что нужно вернуться в Киев. Наше посольство, компания, которая организовала данную поездку, сделала все возможное. Забронировали гостиницу на Украине, оплатили такси. То есть связались с посольством. В туристической фирме от комментариев отказались. Но отметили, что подобная ситуация скорее исключение из правил. Профессионалы уверяют, такое могло произойти в любом крупном туристическом городе. И советуют путешественникам быть бдительными даже в самом безопасном, на первый взгляд, месте. Это же не носит массовый характер. Если бы это был нестабильный регион, то тогда бы Министерство иностранных дел не рекомендовало ехать в этот район. А такие вот разовые случаи, иногда говорят «ноу-коммент», но от всего не застрахуешься. И вот в этом моменте как раз есть еще элемент страхования рисков. Если бы наш страховой рынок был достаточно развит, то можно было путешественнику позаботиться о страховании. Однако есть и альтернативное мнение. Преступные посягательства на имущество белорусских туристов в последнее время участились, и не только в Украине. Например, оставить без госномеров могут туристический автобус в Санкт-Петербурге или в Москве. Однако реальную ситуацию с происшествиями озвучивать не на руку самой туриндустрии. Такая антиреклама в разгар сезона не нужна никому. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ. Белорусский хлеб на прилавках магазинов Азербайджане и пробную партию Гродненского хлебозавода из 15 наименований поставят в восточную часть Закавказья. Куда еще в ближайшее время отправятся сухари и баранки, знает наш экономический обозреватель Наталья Надольская. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер, Ирина. Спрос определяет предложение. В ближайшее время сухари и баранки отправятся в Краснодар. Ежемесячно Гродненское предприятие поставляет в Россию около трех тонн хлеба. Гродненцы налаживают поставки на рынки других стран. Это батоны, рожки, тосты. Знаком вкус Гродненского хлеба жителям США. Хлеб поставлялся в Нью-Йорк на очереди Лос-Анджелес. Особенные требования американские партнеры предъявляют к упаковке. По их пожеланию хлеб будет поставляться в картонных коробках. В Беларуси появятся электрические котельные. Пока в качестве пилотного проекта за счет местных бюджетов в Барановичах, Витебске, Мозыре, Сморгоне, Дзержинске и Чериковском районе. Электрокотлы помогут в модернизации теплоисточников с низкой подключенной тепловой нагрузкой. Экономия получается за счет снижения потерь тепла при транспортировке, оптимизации численности работников, уменьшения затрат на обслуживание. На 400 миллионов долларов открыто депозитных счетов на семейный капитал за 2,5 года действия программы. Депозиты появились 1 января 2015 года. Размер счета 10 тысяч долларов. Право на поддержку имеют родители либо усыновители третьего и последующих детей, родившихся до 31 декабря 2019 года. При этом как минимум трое в семье не должны быть старше 18 лет. Семейный капитал не выдается на руки охраниться на специальном депозите. В то время как одни мечтают о собственном жилье, другие его теряют. Шесть человек лишились квартир в столице за неуплату коммуналки в первом полугодии. Расчетно-справочными центрами подано в суд свыше 300 исковых заявлений о взыскании долга с неплательщиков. 122 с требованием о выселении. Большинство долги перед государством погасили. Министерство финансов страны сегодня разместило валютные гособлигации на 50 миллионов долларов. Прямая продажа для физлиц пройдет через белорусскую валютно-фондовую биржу с 21 августа по 27 декабря. Номинальная стоимость одной облигации 1000 долларов. Ставка процентного дохода 4,4% годовых. Срок обращения 1901 день. Неделя на белорусской валютно-фондовой бирже началась с укрепления рубля к корзине валют. Доллар подешевел на 44 сотые копейки. Курс на завтра – рубль 93. Евро стал дешевле на 64 сотые копейки. Актуальный курс – 2 рубля 26 копеек. Курс российского рубля вырос почти на полкопейки. И за сотню торгуют 3 рубля 26 копеек. Таковы основные деловые новости. Понедельника мы держим руку на пульсе экономики. Ирина. Спасибо. Это были деловые новости дня от Натальи Инадольской. Белорусские хирурги успешно выполнили трансплантацию печени после тяжелейшего отравления грибами. Орган пересадили 31-летнему мужчине. Причиной операции стал яд бледной поганки. Ее житель Старобина съел случайно. Пациента госпитализировали в районную больницу Солигорска, а оттуда в Минск. Донорский орган здесь нашли менее чем за сутки. Сейчас пациент уже выписан. Его жизни ничего не угрожает. Добавлю, что в РНПЦ трансплантации органов и тканей с 2008 года выполнено 485 пересадок печени. Когда речь идет именно не о отравлении грибами, а о отравлении грибом бледной поганки, яд, который особенно токсичен, счет идет буквально на часы. В данной ситуации, к счастью, нам удалось очень быстро найти подходящий для этого пациента орган. Ежегодно мы выполняем подобные операции, преимущественно во второй половине августа, первой половине сентября. И коллектив и команда уже знают все особенности ведения этих пациентов. И если эта операция выполняется вовремя, нам удается и защитить мозг пациента от необратимых изменений. Сегодня же стало известно о том, что в Беларуси создадут новый центр трансплантологии. Такое решение принято главой государства. В комплекс разместятся операционные интенсивные терапии, реанимации, а также отделения для хирургического лечения. Средства на строительство центра будут выделены из бюджета. В Беларуси в этом году построят 15 детских садов. Практически столько же учреждений дошкольного образования планируется ввести в эксплуатацию в 2018-м. Впрочем, чтобы полностью обеспечить потребность них, нужно найти места приблизительно для 5000 юных белорусов. Как решается эта проблема, интересовалась моя коллега Екатерина Желянина. Этот детский сад открылся в апреле. Безопасные детские площадки со специальным покрытием, дорожные знаки, чтобы изучать правила прямо на месте, компьютерный класс, полный комплект для информационно-коммуникативных технологий, современнейший пищеблок, который позволяет приготовить максимально быстро и без потери полезных качеств. Группы уже укомплектованы до отказа. Садик открылся недалеко от новой жилой застройки, в том числе с аребным жильем. Мы стремимся обеспечить доступность дошкольного образования, поэтому на базе нашего учреждения будет работать адаптационная группа для детей, которые не посещают дошкольное учреждение. Нашим воспитанникам мы предложим широкий спектр дополнительных образовательных услуг разной направленности. Это хореография, театральное искусство, это подготовка к школе, развитие логики памяти, мышления. Нехватка мест в детских садах – это, пожалуй, главная проблема дошкольного образования. Чтобы решить ее, каждый год в Беларуси вводится больше десятка новых учреждений. В прошлом – 12, в этом – 16, в следующем – 17. Работают частные. Вот один из них в столице. Группы здесь небольшие, не больше 15 малышей. Три педагога каждый. Мы работаем по национальной программе Республики Беларусь, соответствуем всем нормам и требованиям, которые предъявляют к нам. И стараемся максимально обеспечить развитие ребенка и его личности. Потому что маленькие дети – это те же люди, которые требуют любви, внимания, понимания. Мы не заставляем их. Не хочешь – значит, можно найти какую-то форму для того, чтобы ребенок выучил, сделал то, что было бы для него полезно. В общем, достойна альтернатива для тех, кто не попал в государственный садик рядом с домом. А что у нас выросло на грядках? Овощи! Овощи! Еще одно направление, которое предлагает развивать наша система дошкольного образования – детский сад на первом этаже жилого дома, на площадке, выращенной собственными силами огород. Это наш образовательный процесс. Конечно, мы вместе с детками здесь постоянно трудимся. Это прополка, рыхление земельки. И тем самым мы их обучаем, знакомим с окружающим миром. Изюминка садика – внешний вид и планировка. Рассчитан он, кстати, всего на четыре группы. Само собой не уступает остальным и по части дошкольного образования. Здоровое питание, блюда, приготовленные на пару, да и комплектация в соответствии с современными требованиями. Имеется у нас комната отдыха, где могут отдохнуть сотрудники какое-то время. Хороший, шикарный спортивный зал, музыкальный зал. Потом у нас есть медблок большой, который оборудован также современным оборудованием. Наш сад является экспериментальным. Это встроенное здание. Получается административный корпус – это первый этаж общежития. А группы – это пристроенные корпуса. Сегодня чуть более 5000 детей ждут места в детских садах. Впрочем, в последнее время ситуация улучшилась. В целом по республике у нас очень значительный охват детей дошкольным образованием. На данный момент 95,3% к началу учебного года. Мы надеемся, что он уже составит 95,9%. Это очень высокий показатель. Он лучший среди всех стран СНГ, как минимум. И если мы возьмем Европу, то впереди нас в прошлом году, причем очень незначительно, была только Франция и Бельгия. По закону ребенка не обязательно водить в детский сад. Не обязательно прибегать и к привычным государственным учреждениям. Развивать малыша в раннем возрасте можно самостоятельно. Есть в Беларуси большой выбор дополнительных занятий. А вот с пяти лет уже есть необходимость задуматься о подготовке к школе. В разных странах по-разному. В некоторых учреждениях образования и даже педагоги могут выбирать сами, какими методиками пользоваться. В Беларуси принята единая программа, по которой обучают малышей дошкольного возраста. Плюс это или минус, вопрос спорный. Но программа эта также будет корректироваться. Если корректировка какая-то содержания или методик начинается на уровне общего среднего образования, то мы должны сработать по преемственности, особенно между дошкольным образованием и первой ступенью общего среднего образования. Соответственно, одна из наших перспективных задач – это корректировка содержания учебной программы дошкольного образования, что мы планируем сделать. Завершить работу планируют к 2020 году. Екатерина Желянина, Леонид Бартенев, Сергей Васюкевич, телекомпания СТВ. День белорусской письменности, юбилей книгопечатания и 1155 лет Полоцку. Сразу к трем знаковым событиям готовятся в древнейшем городе нашей страны. Празднование продолжится три первых дня сентября. Еще ярче их сделает наш телеканал. СТВ представит здесь проекты «Живая классика» и «Золотая коллекция белорусской песни». Анастасия Бута о том, чем Полоцк живет сегодня. Световое шоу с использованием самых современных технологий и в то же время возвращение к истокам древнего города. Полоцкий курган бессмертия с 1 по 3 сентября станет центром магического и неизведанного, обещают организаторы. Праздничное шествие перенесет зрителей в эпоху средневековья. В колонии пройдет 1155 человек. Ровно столько лет исполняется древнему Полоцку. Гильдии ремесленников и купцов, печатников и студентов, хлебопеков и молочников. В этом колледже уже завершают шить костюмы для дружины князя 12 века. В основном в этой коллекции использовали льняные ткани. Лен разной фактуры, разной структуры. Лен в брюках у нас был более легкий, плательный костюм. А более суровая ткань, там на сапожке использовали. И для изготовления этих плащей, и для рубашек более грубая ткань. Между тем, школьники уже готовы показать свои работы и гостям Полоцка. Это будут макеты памятников архитектуры древнейшего города в масштабе 1 к 30. Сначала мы с нашим учителем смотрели архивы, и потом чертили на компьютере. Ну и потом уже с сентября начали строить. С результатом очень довольны, и не стыдно будет показать, что сделали. Торопятся и с реконструкцией Полоцкой Софии. Собор преображается на глазах, и работы здесь не останавливаются ни на минуту. Это будет еще одна площадка праздника. У стен Софийского собора до конца недели будет установлен и новый памятный знак. Полоцк – колыбель белорусской государственности. На двухметровом гранитном валуне – бронзовая ладья. Двухтонная композиция будет украшена щитами с изображениями четырех князей, рогнеды и, конечно же, Ефросиньи Полоцкой. Почти 40 тысяч квадратных метров асфальта ушло на улицы и дворы города. Торговые ряды займут пять центральных улиц общей протяженностью 10 километров. Когда только было озвучено, что Полоцк будет принимать юбилейный фестиваль, мы, конечно, посмотрели на город с точки зрения того, что нужно сделать. Передначально мы намечали 255 объектов, которые попадут под реконструкцию, модернизацию или под ремонт. В ходе работ моих крест-объектов выросло до 340. Я думаю, это не конечная цифра. Свой подарок славному городу готовит и наш телеканал. Столичное телевидение представит сразу два своих проекта. «Живая классика» привезет в Полоцк «Живое белорусское слово», а «Золотая коллекция» – лучшие белорусские песни. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебская область. На этом выпуск завершен. Прямой эфир продолжат столичные подробности. Об итогах дня расскажем в 20 минут.